Мы перед началом сезона выложили эпизод нашей передачи, и нам там что только в ютюбе не написали, это просто, ну, первый комментарий, который меня вообще развеселил, мужик написал, а, женский стендап, ну понятно, насосали на шоу, насосали, вы простите, но насколько надо быть дубой, чтобы насосать себе на работу? Мужчины часто требуют от женщин невозможного, например, они хотят все практически, чтобы девушка в сексе была раскованная, умелая, все знала, но чтобы до него у нее было мало парней, в идеале один, видимо, тренер, да, только он ее готовил не к Олимпиаде, а к Сергею, мужики в браке вообще перестают стараться, вот мне один муж на день рождения говорит, слушай, этого я просто не буду сегодня пить, вам когда-нибудь, вам когда-нибудь дарили грустное лицо? А сейчас, оказывается, за мужиками тоже надо ухаживать, думаю, а как это будет выглядеть вообще, что я буду ему букеты отправлять, буду его в кофейню водить, а потом приедет более решительная кавказская женщина на машине, скажет, эй, давай, не ломайся. Когда я смотрю программу, у меня складывается абсолютное ощущение сексизма только с женской стороны. Мы же ненавистницы собрались, и во всем мужики плохие. Я отрицаю вообще вот эти обвинения в сексизме, ну честно, я считаю, что сексизм, это называть нашу передачу сексизмом, потому что мы там сказали, что мужики плохие. Вы сексизм хотя бы потому, что вы называете женским стендапом, блин. Как должна называться передача, где выступает девять женщин со стендапом? Как она должна называться? Ну, если бы вы открыли стендап 2, и там были все новые лица, включая пацанов, в принципе, ничего бы не изменилось. Нет. Ну, это... Тут ты еще определенный все равно интерес притягиваешь аудитории, ты вызываешь этим уже интерес, ты вызываешь еще интерес хейтеров, которые такие, что там бабы могут шутить? Нет, я включу, посмотрю, чтобы убедиться, что они не могут. Почему заходит хорошо женский стендап? Потому что мы попали именно вот в то время, когда есть запрос на это, когда у женщин какой-то появляется голос, не голос. Как-то начинают они пытаться осознать вообще, как они живут, вот так ли они должны жить, нормально ли все устроено в обществе, что я там работаю так же, как муж, но у меня еще дети, дом, а я просто должна это все делать. Короче, как будто вот во всем мире уже вообще сильно, но у нас тоже уже появляется какой-то запрос на женский голос. И мы вот этим женским голосом в какой-то мере стали. Меня очень сильно бесит, когда про что-то говорят женское, имеют в виду какое-то не такое. Типа менее крутое, менее интересное. Ну, например, это женский фильм, чего его смотреть? Женский юмор, это не смешно. Я думаю, а чего мы вам только здесь не нравимся? Чего вы не говорите, женский минет? Не, не нравится. Вот мужской, да, такой крепкий, мощный, без всяких соплей. Там не надо два часа уговаривать, просто говоришь, ну по-братски и все. Ну, мне непонятно это отношение, потому что нет такого, что все мужское потрясающего качества. Просто от вас так мало ждут, что у вас все получается. Ну, вы вспомните в школе там девочки все учатся, стараются, занимаются внеклассной деятельностью. И пацан, если он в этой четверти не умер, все, у него тройка. Я хочу, чтобы включали девочки какие-то, которые, может быть, думают, что они там должны сидеть, молчать в подушку, что она не должна никому перечить, что она не может говорить слово «член вагина», хотя она с ними регулярно сталкивается. Мне очень нравится вот именно эта часть, что мы стали откровенно на многие какие-то запретные темы разговаривать. А что есть запретные темы для женщин? Ну, имеется в виду, там, знаешь, мы какие-то рассказываем вещи, которые, например, что-то промесячное, что женщины вслух боялись произнести. Нас действительно боятся женщины о месячных говорили? О, да! О, да! Как? Нет, нельзя. Это нужно в рукав засунуть, пройти. Понимаешь? Когда мы там пишем, и он у меня, вот я напишу с Игорем, с Игорем Джабраиловым, он мужчина. Я ему говорю, и вот так он такой, а да, реально вы вот это делаете? Вы прячете в рукав? Даже то, что мы шутим там о сексе много, о том, о чем женщина вообще раньше не могла даже вслух произнести. Я не понимаю вообще, откуда мужчины взяли эту легенду, что мы как будто бы в сексе женщины себе все самое лучшее забрали, да? Мне как-то друг сказал, везет вам, баба, у вас может быть множественный оргазм. Я говорю, да, может быть. А может и не быть. Прям множество раз. Я вижу, как реагируют люди на это. Всегда это, знаешь, такая тишина. Типа, господи, что она скажет дальше? Вот это всегда было. Я в какой-то момент говорю шутку про кунилингус, говорю слово кунилингус, я себя поймала на мысли, что в зале такая истерика. Я думаю, что все, больше не нужно извиняться за это? Потому что первый сезон, в каждом это продумывали. Я говорила, будет жестко, приготовьтесь. Потому что у людей бывает такая реакция, ого, она что, говорит про минет? Потому что в жизни-то она об этом говорит, а на сцене нельзя было. И вот сейчас, когда я такая, они просто ржут, просто люди ржут, я такая, как это круто. Но согласитесь, есть такой жесткий сексизм в названиях. Ну типа, если у женщины много половых партнеров, то мы кто? Мы шлюха, шалава, шмар. А у мужчин, если он спит со всеми подряд, то кто у нас? Лавелас. Не слишком красиво для твари. Ну серьезно, мне кажется, поэтому тупые телки им и дают, они, ну, не понимают до конца. Они говорят, ну, типа, осторожно, он лавелас. Она думает, лавелас, наверное, из Риги. Тебе это было легко? Да. Но тебе это было легко? С тобой родители разговаривали на эту тему? Нет. Никогда. Это табуированная тема? Ну, конечно, я поэтому и начала, я думаю, об этом разговаривать, потому что это был протест, потому что у нас это все, этого не существует, этого все до сих пор. Я же тебе говорю, мне мама сказала, ну, мы все равно тебя любим после того, как первую передачу посмотрела. Понимаешь? И было стыдно лава. Ты разговаривала, конечно? Я разговаривала. Разговариваешь? Вот у меня такого не было. И очень много у кого такого не было. И когда ты начинаешь об этом разговаривать, у людей появляются, у девочек как раз, они такие, фу, все нормально, все хорошо. А почему тебе кажется важным об этом говорить? Потому что я об этом, наверное, не разговаривала, и мне было очень страшно врываться в мир секса к какой-то моменту. Ну, мне было очень тяжело. Ты не понимаешь меня именно потому, что у тебя, ты такая, ну, я знаю, что будет, я знаю, как. Ну, да, я понимаю, что у меня, возможно, исключительно ситуация, потому что мне родители в 6 лет все сели и объяснили, и поэтому я с этим вообще росла, типа, а что такого, все нормально. Вот, а я вообще нет. Ты ходишь по квартире голой? Да. А я нет. Почему? Я так воспитана. Даже когда ты однодомна? Да. Я так воспитана, понимаешь? Вот. Поэтому это протест. Они обычно говорят, типа, ну, мы не виноваты, мы просто по природе все полигамны. Ну, нечестно, да, потому что ни одна женщина никогда не сможет так же оправдать свою измену. Ну, сказать, типа, просто все мужчины так прекрасны, не могу остановиться на одном. Конечно. Россия же страна красавчиков, да? А что это обществу дает, когда мы открыто начинаем эти темы обсуждать? Перестают быть такими девочками, как я была. Я думаю, будет меньше вот таких, которые ничего не знали, потом ворвались, офигели вообще. Ну, в смысле, это как-то мешает в личной жизни или что? Конечно, это мешает формироваться, мешает тому, что я не думаю, что я красивая. Тоже мешает. Смотри, как я одеваюсь. Ну, как все сейчас одеваются. Ну, ты женственно одеваешься, а я максимально не женственно одеваюсь. Ой, да я приехала в такой же толстовке, что о чем. Ну, я даже в кадр не сажусь так, понимаешь? Насколько я очень... Для меня это какой-то запретная такая тема. Это меня так воспитали, ты меня не переучишь уже, то есть меня уже не переделать. А, может быть, следующие переделаются. Мы находимся на заводе. Да. Здесь... Ничего не делают, он секретный. Что делает мужчина в женской редакции? Это наш, во-первых, друг, а во-вторых, он тут руководитель авторской группы. Игорь Джебраилов. Игорь, тебе все ли понятно в женской проблеме? Кстати, это муж Надя. Как тебе кажется, три главные проблемы российских женщин? Значит, непонимающий мужчина. Так. Это, во-первых, это все три проблемы. Непонимающий мужчина, непонимающий муж, непонимающий любовник, да? Ну, например. Самая большая проблема у женщин сегодня, как тебе кажется, у российских? Огромное количество противоречивых, противоречивших друг другу требований к женщине. Ну, не только в России, это везде, во всем мире. Вот вышел в этом году вот этот офигенный ролик, который Синтия Никсон еще озвучила. Вот это вообще, ну, мне кажется, это вот все, все наши проблемы, они вот там сосредоточены. Они говорят, будь леди. Не слишком толстой, не слишком худой. Ешь больше, похудей. Хватит столько есть. Закажи салат. Углеводом нет, десерту тоже. Сядь на диету. Боже, ты как скелет. Ешь побольше. Ты выглядишь истощенной, больной. Потому что ты должна быть матерью, шлюхой, красивой, но не слишком женственной, но не нюней. Там ты должна работать, но не слишком много зарабатывать и не быть слишком успешной. И не гордиться и не кичиться тем, что работаешь, зарабатываешь. И ты должна быть доброй, всегда в хорошем настроении. И ты должна быть мамой, и ты должна все успевать. И ты должна и готовить, и ты должна и читать, и развиваться. И все. И ты столько всего должна. Ну, я это очень сильно давление ощущаю. Вот я включаю фильм. Любой. Любой фильм современный я включаю. Там невероятно красивая женщина. Всегда. Если там женщина, то она очень красивая. Либо мы ее осуждаем. То есть если есть какая-то женщина, несоответствующая суперстройным, таким очень красивым стандартам, то это либо отрицательный какой-то герой, либо в лучшем случае мы ее жалеем, она бедняжечка, вот мы давайте туда подальше, вот поменьше экранного времени, вот туда ее задвинем. Либо это человек, который преображается, потом становится вот таким, как нам всем удобно и приятно. Как потом относятся к женщинам, которые добиваются успеха, как она должна сохранять одно и то же 20-летнее лицо, даже когда ей уже 150. И если, не дай бог, у нее там какая-то морщинка, это обсуждается. Про это есть новости, что кто-то сделал там или неудачную подтяжку. Сначала она морщинистая, потом она сделала неудачную подтяжку. Потом она ее переделала, и все уже, типа все. Ты понимаешь, что этим занимаются женщины же? В том числе. Но я считаю, что мы туда были втянуты, как, ну, грубо говоря, как стокгольмский синдром. Мы туда втянулись, и мы уже сами такие, да, я должна вообще идеально выглядеть всегда, в любое время суток, я всегда должна быть потрясающей. Да, а ты не потрясающая, я тебя буду гнобить, потому что я-то трачу на это время, силы, деньги. Я не сплю из-за этого, я, блин, эту эпиляцию до трех ночи делала, блин, а ты что такая счастливая? Не-не-не, давай-ка тоже страдай. Про мужчину нет такого. Ну, всем в целом, ну, насрать, честно говоря, как они выглядят. Ну, нет такого, что есть какие-то стандарты, ты должен быть вот так, ты должен столько раз делать эпиляцию, ты должен, там, маникюр у тебя должен быть, у тебя должны быть такие пропорции, ты должен быть вот такой, вот такой, вот такой. Нет такого. Но весь мир, и женщины, и мужчины, и дети, все обсуждают, как женщина должна выглядеть. Проблемы российских мужчин? Несамостоятельность. Я думаю, ну, во многом от того, что многие вот матерями-одиночками воспитаны, либо в такой семье, опять же, где папа сидел, мама все время делала, за всех все. Я вообще в шоке, когда мне бабушка рассказывает, как они жили, я вообще в ужасе просто. Когда она говорит, что три месяца после рода все, ты на работу выходишь, ребенка ты в ясле сдала, в три месяца. У тебя было три месяца, чтобы со своим ребенком пообщаться? Как она бегала, рассказывала, у нее, когда был обед на работе, она бежала домой, чтобы приготовить этот обед, типа покормить дедушку сама, она не факт, что успевала поесть, бежала там обратно. Ну, вот это все, что он успевал себе какие-то платья шить в ателье. Просто, мне кажется, эти женщины, они не спали лет по 50 вообще. Я не люблю, когда еще мужчина начинает жаловаться, что у него нет денег. Я вообще не люблю, когда люди жалуются, что нет денег. Я не раз с бомжом поругалась. Который тебе денег попросил? Да, он мне попросил денег, говорит, 5-50 рублей. Я говорю, а вы мужчина, вам не стыдно у женщины, ну, типа денег пройти? Как ты, мужик, ну, пойди поработай. Почему я работаю, а ты нет? Ну, уж на то пошло. Я, наоборот, всю жизнь, знаешь, стремилась, чтобы я сама могла себя оплатить всегда для того, чтобы в этот момент я себя не чувствую никому должной. У нас был в этот раз с подругами. И у меня пришла подружка и говорит, а значит, мне парень хочет подарить машину. А ты что, получается, я насосала? Мы такие, ну, технически? Да. И мы пошли это праздновать, понимаешь? То, что заработать каждый из нас может. А насосать это ты как сделала? Подскажи. Ира, ты не знаешь, как это называется у содержанок? Я недавно узнала. Они не называют это насосать. Ну, естественно, что-то красивое. Они называют это я создала. Создала. Это называется создать себе машину. Ой, а можно, пожалуйста, я это возьму и распишу? Пожалуйста. Я недавно об этом узнала. Мы очень ржали, потому что я создала себе путешествия. Я создала себе машину, создала себе платье. Ну да, насосала так себе звучит. Да. Ну, это смешно. Понимаете, насколько... Не можешь купить, создай. Вот. У нас купить может каждая, создать. Как и кому пришла идея позвать гея в женский стендап? Я был на гей-параде в Нью-Йорке, и меня не взяли ехать на платформе, потому что ехать можно было только если ты красивый. А я и остальные страшные геи должны были бежать радом. В бутер у меня так с платформы не прогоняли. А я его знаю с микрофона, он же у меня в микрофоне снимался. И ему некуда было идти. А мы всех, кому некуда идти, к нам. Ну просто почему нет? Ну и нам такой человек тоже неплохо. Фишка наша для разнообразия. Интересно же. Где ему еще выступать? Его никуда не брали, а мы взяли. Ну почему его никуда? Потому что он комик плохой просто? Нет. Почему? Каждому комик... Ну ты знаешь, нужно помочь же человеку. Потому что ему нужно было помочь, чтобы это все стало вообще потрясающе. Как у нас он наступает потрясающе. Я считаю, потрясающе. Знаете ли вы мнение геев насчет этого? Кто-то унижает, оскорбляет и что-то там. Да, что вы еще больше работаете на стереотип, что все геи ходят в колготках и на каблуках и ведут себя как бабы. И вызовя парня в женский стендап, под названием женский стендап, еще больше на этом акцентируете внимание. Это я вам передаю просто. Ну что ж, мы вас услышали. Но Паша будет продолжать выступать. У нас нет какой-то глобальной цели, которую пытаются во всем рассмотреть. Вот у нас... Это для чего вы взяли? Мы не для чего. Мы нашли хорошего комика, которому некуда было идти. И у нас он как раз может выступать. В этом есть легкая рома. А парень натурал сможет оказаться у вас? Если это будет подходить под концепцию. Но нет, тут непонятно же, почему мы его взяли. Почему всегда... Ну знаешь, есть такая легкая... Как это? Ассоциация с обычной жизнью. Всегда в компании девочек есть гей. Подружки и гей. Хорошо. У вас есть, значит, матери, есть child free. Где лесбиянка? У нас Зоя за эту часть отвечает. Зоя об этом не шутит. Я тяну время, пока я это настоящая. Откуда взялась вот эта вечная шутка, что ты лесбиянка? От того, что если ты в России делаешь короткую стрижку, 60% людей сразу не сомневаются вообще, что ты лесбиянка. А если у тебя еще какие-то татуировки, а если у тебя еще там, ты не очень женственно одеваешься, то уже 99% даже мать твоя сомневаться начинает. Был момент, когда тебе маму звонил? Ну, там бабушка что-то спрашивала. А как бабушка? А у тебя кого нет, парня или девушки? Ты когда-нибудь парилась по этому поводу, по-настоящему? Так я же специально, ну, я же нашла то, в чем мне комфортно. Вот тот стиль, тот облик, так скажем. Ну, то есть я была раньше с длинными волосами, я была там в платьях, ходила в сапогах, блин, ходила, ужас, вообще, кошмар, как я выглядела. Я иногда выкладываю, чтобы люди посмеялись просто. И чтобы те, кто мне пишут, типа, фу, мужик, отрасти волосы, я им выкладываю какое-то было вообще убожество, чтобы они посмотрели и не писали мне больше. Я стала использовать вот этот, ну, опять же, вот эту пацанячесть. Типа, мне всегда проще было с парнями найти общий язык, ну, подружиться. Типа, вот я буду вести себя как пацан, как свой такой чувак. Я буду какие-то откровенные шутки иногда вставлять. Почему с пацанами проще? Не знаю, мне почему-то всегда, всегда мне было проще. Как будто, может быть, ну, вот, короче, если он с тобой не хочет переспать, то как будто все, он с тобой искренний. С женщиной ты фиг поймешь, когда она, ну, короче, она, возможно, с тобой пять лет, блин, общается, но она ни разу с тобой искренне за это время не была. Не знаю, мне кажется, мужики, они более открыты, они не плетут интриги. Никогда, блин, не будет, чтобы два чувака за спиной третьего там обсуждали его или там строили ему какие-то козни. Я такого не знаю. Ты в каком-то интервью, значит, рассказывала, что ты всегда парням дружба. О, вообще лучше. Я до сих, ну, всегда. Почему так? Ну, потому что я прикольная. Когда вот я только начинала, ну, девочек воспринимали в КВН, это девочка для банкета, чтобы потом повеселиться на банкете. В КВН серьезно всегда присутствовали девочки для банкета? Приходят там всех знакомые, друзья, там еще что-то. Заказывают шлюх. Ну, и, кстати, такое тоже было. Я ее не видела, слава богу. Я просто такая, куда все ходят? А мне 19 лет, я говорю, куда все ходят? Они говорят, так, Ир, такое дело, я... А ты сидишь тут дружбан... Нет, я в шоке вообще. Я тогда вообще не понимала, что такое может быть. Ну, то есть, я же верю в доброту всегда. В одной комнате девочка для разговоров. Да, да, я девочка для разговоров. Ну, и... А потом это у меня превратилось в то, что на работе нужно... Ну, то есть, вот в мужском коллективе, в юморе, нужно доказывать, что ты равен. А если ты начнешь чуть-чуть, то это все. Это типа, о, ну, понятно, отойди, а мы тут по работе разговариваем. А я тут тоже работаю вообще-то. Почти год вы снимаете программу, ты про себя что новое узнала? Про себя? Что я, во-первых, это могу. Потому что это очень сложно. Ну, это физически тяжело и морально тяжело выдавать за короткий срок очень большой объем материала. Я вот сейчас смотрю, первый сезон такая, я что, это вывезла все? А как вообще? А то, что ты можешь быть руководителем? Так я до этого уже была руководителем. Ну, открытый микрофон на ТНТ. Я там креативный продюсер. То есть я уже, опыт у меня маленький, но был. Насколько в Candy Club Production нужно себя зарекомендовать, чтобы тебе что-то свое доверили? Я просто работала автором в стендапе все время. Расскажи мне, что значит, ты работала автором в стендапе? Все стендаперы, все пишут, все вроде про свою жизнь рассказывают. Почему кто-то объясняет, что кто-то кому-то пишет шутки? Ну, это же не значит, что ты садишься и пишешь целиком все за человека. Это comedy body, человек, с которым ты разгоняешь это. Это же разговорный жанр, тебе нужно кому-то это рассказывать, тебе нужно с кем-то какое-то мнение другое получать. Я пишу вот так, второй человек говорит, а что на эту тему, если посмотреть вот так? Я думаю, о, все равно это будет оба человека работать. У них у всех есть мои шутки. Потому что я работала автором. И у Белого, Белохмедовой. У всех есть мои шутки. Это будет тизер? У всех есть твои шутки? Да. Например, я придумала вся парковка в Москве, может быть, бесплатная, 8 марта для женщин. Крутая идея, да? Да. Тем более, что понять, что парковалась именно женщина вообще не сложно, да? Если вы видите, что машина припаркована задними колесами на бордюре, а передними в заре, это женщина. За этот год что изменилось в твоей жизни? В моей? Во вкус Вилли стали меня узнавать. Невозможно купить помидоры спокойно. В целом, я думаю, что я достигла того, ради чего мы все это затеивали, ощутить вот эту любовь. Я недолюбленный ребенок очень, и я сейчас пытаюсь вот эту любовь получить от зрителей, от публики, от людей, чужих. Что значит недолюбленный? Ну, это значит, у меня родителям, к сожалению, неудачный у меня старт был в жизни. Детство было не очень благоприятное, и немножко родителям было не до меня. Там, один ушел, вторая пила. Вот так получилось. То есть, был такой период в жизни, там, с 5 до 15, когда я в целом никому не нужна была. А ты как ребенок, как ты в 5 лет это осознаешь? Я никому не нужен. Ты просто плачешь, ты позже осознаешься. ты плачешь, просто все ушли, никого нету. Ты сидишь одна там, или со старшим братом, но ему тоже 10, он там не особо. Ну, там, в самом деле, все очень просто. Они поженились, им 18 было. Это вообще, ну, алло. В 21 они родили моего брата, у отца не было там, его забрали в армию, там не было денег, вообще никаких, но они все равно пытались завести второго, потому что надо два. Кто-то так сказал. Да, да, нужно два. Вот они пытались, пытались, бедные 5 лет пытались, вот родили меня, еще 5 лет потерпели друг с другом и развелись. А папа ушел и не вернулся? Или он есть всю жизнь? Ну, он есть, он как, ну, получается, он ушел, начал строить свою жизнь там с другим человеком, другую семью. Сложнее всего, мне кажется, это вот перебороть вот это положение жертвы, что вы мне испортили жизнь, вы вот плохие, я из-за вас страдала, там еще что-то. Я в этом пожила какое-то время, потом поняла, что, ну, никто не бывает плохой, никто специально ничего не делает. Просто люди поженились, когда были маленькие, просто у них не получилось, и у них свои были проблемы у каждого, и они, ну, родили детей, а проблемы еще не решили. Мама пила? Что ты подразумеваешь под этим? Ну, то, что она пила. Ну, у всех по-разному, знаешь, у кого-то ты пьешь, если ты бокал вина на ночь выпила. Нет, мама сейчас, на данный момент, трезвая уже 15 лет, а до этого она была алкоголик. Разговаривала ли ты когда-либо с мамой про причину, почему она начала это делать? Да, очень, я вообще с мамой очень много разговаривала, у меня с ней очень близкие отношения. Несмотря вот на все, я хотела понять, почему, то есть это же и меня касается, для меня была в этом причина. И у нее, получается, у нее была, ну, как бы очень строгая семья, и все было нельзя, все было под запретом, вообще прям строго-строго-строго, только школа, домой, тут домашние дела, и все. И она из протеста, вот она там в 14 или в 15 лет, попробовала пить, и почему сразу спирт, и, ну, это сразу ее просто забрало. то есть она, понятно, ты пока ребенок, ты так не можешь это прям делать часто, там много, но вот как только в 18 она вышла замуж, съехала от мамы, ее уже ничего не сдерживало. Был ли момент, когда она просила у тебя прощения за то, что в детстве она так не присутствовала? Она много раз просила прощения, и в моменте еще, то есть вот между этими там запоями чем-то, и потом, и сейчас она иногда, ну, у нее так спонтанно, что-то резко, может, вот я где-нибудь пишу, я стараюсь, ну, я вот понимаю, что она там читает Инстаграм, еще что-то, типа вот я там написала про то, что, ну, с едой, типа, были проблемы, и что я теперь все время, у меня всегда забитый холодильник, я выбрасываю еду, потому что я не успеваю съедать, но мне надо, чтобы там было много, вот, чтобы я открывала, и там отовсюду еда торчала, просто потому что в детстве этого не было. И мне мама это прочитала, извини, пожалуйста, что вы так жили, что это, я говорю, да мам, да я не, ну, все, это прошло, уже все хорошо, типа не надо, то есть она живет с этим чувством вины и будет жить до конца жизни, то есть она абсолютно вообще, ну, уже не сможет, типа, себя простить за это и забыть это, то есть она раскаивается, и, ну, к сожалению, я тоже не могу ей помочь в этом, потому что мои разговоры, ну, мои слова ее не убеждают в том, чтобы перестать. Как мама закончила, вот когда она сказала, что все, хватит, когда она это осознала, что этому послужило? Ну, блин, я так не хочу сейчас рекламировать каких-то бабок и какие-то заговоры, вот, но на самом деле там мама все перепробовала и кодировалась несколько раз, и очень много вообще разных способов, это все не помогало, вот, и у меня там бабушка, ее мать тоже всегда старалась этому поспособствовать, вот она шла какую-то бабку в какую-то деревню, где-то там за шестьсот километров они поехали, вот два раза она к ней съездила, я сначала не знала, то есть вот она перестала пить, сначала она не говорила, что там с ней было, что там получилось, вот прошел год, то есть пока год не прошел, я даже не верила, потому что она уже бросала раньше, там на три месяца, на четыре, вот прошел год, и мне уже стало интересно, а что там было такое, вот, она сказала, что, ну, что-то она там делала с ней, какие-то ритуалы, что-то, но главное, что она ей сказала, что если ты сейчас не остановишься, у тебя дети повторят, типа, твою судьбу, И вот это ее обрубило. Она испугалась, что мы с братом тоже будем пить. Вот так все и закончила. Насколько ты боишься, что, знаешь, говорят, что это может быть наследство? Абсолютно. Я боюсь очень сильно. У меня в целом из всех родственников в основном, либо все в завязке, вообще ноль, либо пьют сильно, либо уже умерли от этого. Поэтому я понимаю, что мне бы не надо, но я не могу не пить вообще. Особенно, чем больше стресса, чем больше работы, тем мне этот способ, я выбираю, чтобы его снять. Почему-то не медитация, первое, чего хочется. Пивка попить. Когда мне кто-то говорит, господи, детство, какой-то период, там фотографии пересматриваю. Это как, господи, кончилось и кончилось. Слава богу, сейчас все нормально. Тревожность, какое-то постоянное ожидание чего-то, каких-то проблем, что ж тут не сета, вот это вот постоянное ощущение, что нету денежков ни на что. Родители развелись, мама как раз занялась привозом вещей из Турции. Мама челночница. Да, она была челночница. Вот она там тягала эти 40-килограммовые тюки сама, вот она все это возила, вот у нее первое время у нее получалось, были денежки, и в какой-то момент вот у меня были там года два, наверное, вот были любые игрушки, там сладости, все вот это все, это все было, потом был дефолт. Мама оказалась очень много тысяч долларов должна разным людям, и вот все закончилось. Я помню, как к нам приехала бабушка жить, типа мама сказала, какое-то время бабушка поживет с нами. И приходили какие-то дяденьки, звонили в дверь, мама пряталась в кладовке, а бабушка говорила, что мама уехала в другой город, и бабушка не знает, когда она вернется, но она должна была деньги большие людям. Потом помню вот этот товар, который там был на тот момент не продан, и он остался весь дома. Вот я в этом стала в школу ходить, там какие-то платья, каких-то женщин сорокалетних шитые, все большое, все какое-то не такое, все вообще каких-то не тех цветов, все это. Что ты себе представляла? У тебя была такой маячок? Господи, я столько себе представляла всего. Ну, то, чего у меня не было, вот я представляла себе много джинсов. Вот я открывала не одни, а у меня, которые постирала, и дома сидишь. Вот типа много, три пары, четыре. Сколько сегодня у тебя джинсов? Ой, джинсов, не знаю, кроссовок, пар 25, наверное, не могу вообще просто. Вот кроссовки, да, меня снесли, мне башню кроссовки. Вот с 98-го по 2015-й это бедность. 1 сентября нет денег на тетрадки, на учебники, на одежду. Бедность. Иногда, если там не пошла к бабушке покушать, дома нету обеда, есть хлеб. Вот она бросила пить, устроилась на работу, она работает, есть какие-то деньги, есть какие-то макароны, есть какие-то сосиски, там что-то такое. Потом она запила, и уволили. Опять какой-то период, плохо с едой, надо ходить к бабушке, надо к друзьям ходить обедать, потому что нету дома еды. Ну нету денег ни на что, типа у всех какие-то телефоны, все поехали в Питер, все куда-то после школы пошли в пиццерию, я домой пошла лапу сосать. Для меня школа это вообще такое кошмарное время, я вообще ненавидела этого, ну, по всем параметрам, то есть я была бедная, я хорошо училась, меня еще китайозой называли в школе, то есть я вообще никому не нравилась, потому что я заучка, узкоглазая, еще и бедная, блин, еще и станы какие-то дырявые. Слушай, а что тебя заставляло хорошо учиться? Ну, во-первых, это уход, ну, типа уход от реальности, что ты приходишь, у тебя дома какой-то пиздец, а ты, типа, книжки, все, читай, я читала вообще, запомнила всю классику нашу. Ты продолжаешь до сих пор сегодня по твоему инстаграму. Я читаю много, а там просто, я вообще у меня у бабушки шикарная библиотека, я просто в нее так приходила, вот брала книжки, и все, то есть когда тебе что-то не нравится, ты уходишь в это, и все, просто, ну, как я стала там вот фантазировать там часами, просто иногда выпадал, это не обязательно перед сном, можно просто сесть, выпасть, что-то представлять, другую жизнь какую-то, но опять же, получать одобрение, вот это типа, отлично, молодец, все, я молодец, я типа отличница. Комик, победитель камеди батла, многие, кто смотрит на Зоу, думают, что она лименка, лименка, ладно, скажу так, не смешной стендап-комик, поняли? Кстати, когда муж Зои во время секса хочет ухватить ее за волосы, он тянется к подмышкам. Итак, кстати, про этих шести геев. Один из них сегодня здесь. Зоя Равицына! Для всей твоей, значит, вот этом детстве, которое ты описываешь при школе вот этой ужасной, ты до сих пор продолжаешь ходить на всякие прожарки, рост батлы, и вот это все? Зачем? Ну, чтобы тебя публично обсмеяли? Я обожаю это вообще. Что это за... Я это не воспринимаю, как мазохизм объяснений. Блин, так я это вообще, меня это вообще не обижает, это же шутки. Это же просто шутки. Я когда вот так, ну, я же на всех участников тоже пишу, я же на самом деле не желаю им там смерти или не считаю, что у них жопа вместо лица, это просто шутка. Я к всех люблю, я ко всем хорошо отношусь. Когда я в батле выступала, я стремилась, там достигала иногда этого к максимальной плотности. То есть у меня в какой-то момент было выступление, где у меня каждое предложение это шутка. Просто шутка, шутка, шутка. Я разговаривала шутками. И чем мне очень нравится прожарка и рост батл, тем, что там ты именно шутками разговариваешь. И всегда есть звезда, до которой максимум три каких-то повода докопаться. Ну, всегда. Вот он этим известен, вот так он прокосячил, и там что-то он сказал. И все будут одно и то же шутить. Там соревнование идет в формулировках. Вот у кого будет круче, закручена, заверчена там формулировка. И я вот это обожаю. Я там реализую вот это свое желание писать короткие, емкие шутки. Чьё это вот это? Кто себя так мотивирует? Это люди пишут сериалы. У нас такого нет. Девочки, не тебя жаловываешь? У нас есть там линолеум, а у них там черный диван кожаный. У импровизации цветы есть, у нас ничего нет. У них там господная машина, проект импровизации. А что, почему вас обделяют? Нет, просто мы не просим. Мы просто работаем. Какие цветы надо писать. Какая мотивация. Ну это же мужское, повесить какой-то класс. Нет, поставить все такое, чтобы все зашли, поняли, что здесь сидит кто-то. Ты как-то рассказала, что вы жили в коммунальной квартире. Да, в Нижнем Новгороде. Долго? С моего рождения по... Когда я в пятый класс пошла, мы переехали. Расскажи мне, как кого это? Классно. Значит, ты первый человек, который говорит, классно. Это мое лучшее время вообще. Серьезно? Я клянусь. Там была ужасная квартира. То есть, двухэтажный дом, представляешь? Нет отопления. Ну, есть отопление АГВ. И печь. АГВ, это такая, в нее что-то уголь кидаешь, и тогда в доме есть в батареях что-то теплое. Ты сам кидаешь уголь? Ну, там кто-то кидает. Я маленькая была, я ничего не кидала. А еще есть печка. В нее дрова кладешь, и зимой тепло. Это дом в центре города? Это в центре города. Это старинный дом такой. Вот, мы жили на втором этаже. Нет горячей воды, естественно. Кухня, где вот так вот наша плита, вот так еще одна в соседе плита, вот так еще одна, а вот здесь такой деревянный унитаз. А тараканы еще, крысы, мыши. Ну, мыться мы ездили в гости к бабушкам, дедушкам, либо в общественную баню. Либо тазик. Вот так вот. Вот это, если рассказать, это ад вообще. Тут у нас две кровати наши с Юлей стояли, а прямо нам папа парту сам из дерева сделал, и мы за ней учились. И там еще пианино стояло, потому что мы еще музыкально скользили. Я просто, ну, думаю, родителям было столько, сколько нам, да, там сейчас, ну, может, чуть моложе. Как они, блин, сексом занимались во всей этой? Я не знаю, потому что я еще была маленькая, я очень любила маму, и очень хотела, чтобы мама меня ночью держала за руку. Поэтому, внимание, вот так вот стена, вот тут моя кровать, а с этой стороны диван родителей. Я начала ковырять стену, чтобы проковырять дыру, чтобы держать маму за руку, и я ее проковыряла почти, там оставалось вот столько. А потом они мне бетоном заделали, я уже не смогла ничего делать. А вообще в этой ситуации, то, что ты описываешь, юмор вообще возможен? Ну, юмор, это же вообще офигенное средство, чтобы жить, продолжать. Ну, то есть, это такой, прям, якорек. я вот сюда ехала, думала о том, что мне когда бывает плохо, вот единственное, что меня гарантированно вытаскивает, это друзья. Я включаю друзей, я уже раз в 600 смотрела. Сериал ты видишь? Да, я уже все знаю, но вот он меня всегда, каждый раз, он меня выводит на позитив. И мне, когда пошли эфиры женского стендапа, мне стали люди писать, что, типа, блин, когда у меня все плохо, вот, когда вообще все плохо, я включаю женский стендап, и мне полегче. И я такая, то есть, мы для кого-то, как друзья для меня. Я такая, нифига себе, вот это вообще круто. Поэтому, на самом деле, когда все плохо, ты можешь, ну, либо в это погрузиться, типа, сказать, да, все плохо, поверить, что все плохо, принять, что все плохо, и утонуть. Или ты можешь сказать, блин, ну, все плохо, но можно над этим попробовать пошутить, посмеяться. Потому что юмор, он из темноты рождается. Я вообще считаю, что в стендапе, ну, не может психически здоровый человек не будет заниматься никогда стендапом, потому что это вообще неестественно, это противоестественно для человека выходить и свою личную жизнь вываливать абсолютно незнакомым людям в зале, рассказывать свои личные проблемы с мужем, с сексом, с башкой там вообще. Ну, это ненормально. Нормальный человек так не будет делать. Еще позволяет другим смеяться над собой. Смеяться над этим, да. То есть, ты туда идешь, чтобы себя лечить, на самом деле. Ну, это же терапия. Нам реально сложно и там работать, и заниматься домашними делами, и уделять внимание отношениям. Но это правда трудно. Поэтому меня бесят женщины, которые делают вид, что им все дается легко. Вот эти, которые, не, я вообще не устаю. Я думаю, да конечно, ты, блин, с утра готовишь на всю семью, потом едешь работаешь, потом убираешься, а потом вечером очень любишь Доги Стайл, потому что так не видно, что ты плачешь. Ты знаешь хоть одного беззаботного комика. Варвара Щербакова у нас в коллективе, вот она у нас позже присоединилась к нам, то есть до нее у нас все смотрели, каждый в свою стену, все было нормально. Они общались друг с другом. там же у девок общий кабинет, и вот появилась Варя, и они все такие, она поет. То есть просто идет рабочий день, и там 2.30, и она начинает петь. Все в таком шоке были, что человек радуется почему-то. Реально, в регионах любое событие это праздник, но они там потрясающе выглядят только внешне, внутри ничего не изменилось. Потому что если ты из спального района, это невозможно скрыть пайетками. То знаете, когда она сидит на веранде, в белом платье, с бокалом вина, и говорит, я извиняюсь, что такое Солоони? Да вот и Варя, пропустите Варвару. Здрасте. Заходи, ну что ты, Белла? Так, ну рассказывайте, как вот по поводу тяжело работать в женском коллективе, я не спрашиваю, потому что это ужасно, но вот это слезы, вот эти месячные... А где я была? У них на жилом. Они не брали еще. У них был плакат «Стоп, слезы». Это Саша повесила, потому что Саша... Саша не плачет. Ее раздражают, когда они плачут. А кто плачет больше всех? Да никто. Нет такого. Я не знаю, когда никто не плачет. Никто не плачет, все ревут. Все, супер уже, все. Да все плачут иногда. По поводу, какой может быть? Ага, устала. Это же не смешно, я не умею писать. Это я вчера. И еще все. Ну я, например, иногда прихожу, сажусь вот так, уворачиваюсь туда немного, никто не замечает. Я научилась стриховать в себе, чтобы никто не слышал. Наря научилась в одно время палатки писать. Рита ушла. Я даже раз прихожу в кабинет, открываю двери и начинаю просто говорить, ничего не получится. Либо наоборот, я захожу и говорю, все, все получилось, все. Ритя пришла с разгона и говорит, вот как, объясните мне, как за час из говна можно сделать конфетку. Но мы сделали. Сцена. Это психотерапия твоя или нет? Или ты к этому по-другому относишься? Слушай, сейчас уже точно я не делаю выводов в этом. Типа это психотерапия, еще что-то. Но выговориться всегда можно. Это точно. Вот у меня сейчас был месяц, когда я не могла ничего написать, ни слова. Я причем села написала три с половиной листа слов. И мне ничего из этого не нравится. У меня очень важно, чтобы мне нравилось что-то. То есть у меня каждый монолог, я такая, а он мне нравится вообще? Вот если мне нравится там хоть что-то, значит все будет хорошо. До какого состояния ты себя можешь довести? Обожаю самоедство. Это мое любимое. Это почему я, например, первое время очень тяжело переносила хейтеров. Потому что я думаю, а вы знаете, что я себя еще хуже сама унижаю и не люблю. В любой проблеме я сначала думаю, что это я в чем-то виновата. Звучит очень красиво, что возможно во всем виновата я. Так благородно в жизни выглядит это ужасно. Ну то есть я настолько себя не люблю, что это нужно останавливать. Я учусь. Ты никогда не ожидаешь, за что тебе прилетит. Ну ладно, когда тебе, знаете, по делу, мол, не смешно там. Нет. Знаете, за что мне прилетело? За глаза. Глаза у меня оказывается, капец, как далеко друг от друга. Как далеко глаза. Насколько, вот насколько. Ну что, с тремя пересадками надо ехать, ну. Что ты, один глаз по одному телевизору, значит, меня показывает, а второй надо бежать на кухню смотреть. Вот меня целиком люди только в Эльдорадо видели, да, в отделе телевизоров. Тебе в подростковом возрасте, я не знаю, мама, папа, родители, сестра, говорили, что ты красивая? Нет. У нас как-то, не знаю почему, кстати, не принято вообще в целом выражать чувства. В семье. В семье, да, ну то есть словами. Мы знаем все, мы очень все друг друга любим, но вот я люблю тебя, я до сих пор пока не могу как-то это вслух сказать. Для меня это очень сложно. У меня папа как-то посмотрел какое-то интервью, где я сказала случайно что-то вот такое. Теперь он мне каждый раз говорит, Ира, и я люблю тебя. Ну это же классно. Да, это классно, а я пока не могу сказать. Все равно у меня какое-то, вот видимо не говорили. Девочкам же говорят, ты принцесса, ты моя девочка. Ну вот принцессой и не была никогда, не знаю почему. Но ты вот себя любишь? По части внешности у меня никогда не было никаких проблем. Блин, я обожаю таких людей. Я очень уважаю и обожаю таких людей. Я не знаю что и почему так произошло, но я себя не люблю вообще. Очень редко, когда мне нравятся фотографии, когда мне нравится там с собой фотография, когда мне нравятся там отражения. Ну очень редко, очень-очень редко. У меня так было с темой, когда я рассказывала, какие у меня поганенные неправильные отношения с едой. Что я заедаю стресс, что я себя этим и наказываю типа диетами, и я себя поощряю какими-то шоколадками. И как это постоянно какие-то циклы вот эти не завершающие. Ну один заканчивается, другой начинается. Что постоянно невозможно просто пожрать. Есть такие девушки, которые едят что хотят и все им сходит с рук. У меня ни с рук, ни с жопа, ни с живота. Никогда ничего просто так не сходит. Мой организм даже воду превращает в жир. Расстройство пищевого поведения. Да. Ты часто говоришь о том, что проблемы с лишним весом, еще что-то. Я на тебя смотрю, мне кажется, что это какое-то психологическое уже расстройство, потому что Зоя вот такая, и она все время говорит, что у нее какие-то проблемы с лишним весом. Откуда это? Господи, я разговаривала с братом пару дней назад. Он мне говорит, только пожалуйста, там не говори, что ты некрасивая. Это всех бесит. Он говорит, ты уже задолбала тебе так, как в комментарии три раза сегодня не сказал. Он говорит, если тебе скажут, что ты красивая, просто скажи спасибо, если не улыбайся и не говори, что ты некрасивая. Я говорю, ну так если я так себя чувствую, почему я не должна говорить об этом? У меня были проблемы, у меня было расстройство. У меня была булемия. Я, правда, не знала тогда об этом. Ну, я не знала. Я уже гораздо позже узнала, что когда-то вот тогда у меня была булемия. Я когда-то увидела это в фильме, я такая, а у этого есть название, это вообще что-то типа. В смысле, ты ела и шла обливать специально? Да, да. Я не могла остановиться. Я ела, пока у меня там не начинало вообще дико прям болеть живот. То есть он становился вот такой, как беременный. Я шла, вызывала рвотный рефлекс, все это выблевывала, и шла сразу же опять ела. Потому что у меня когда сильное эмоциональное потрясение... Я вот не понимаю никогда в фильмах, когда что-то у человека плохое случается, и он начинает пить. Я начинаю жрать. Когда прям сильные какие-то потрясения, я начинаю жрать всякую дрянь. Или ехать в круглосуточный магазин всю ночь, чтобы торт купить и сожрать целый торт в одного. Ну я тоже пробовала не покупать ничего, просто ты потом ночью встаешь и идешь и ищешь, где что-то продается, например. Покупаешь торт и сжираешь? Угу. Это самое страшное воспоминание? Ну вот это я помню, прям столовой ложкой просто я торт вот так ем и плачу. Ем и плачу, значит. Не, я помню, когда вообще у меня просто какой-то ужас, когда у меня такая боль была, что у меня лопнет, наверное, все. Но я не могла остановиться жрать. Я раньше вот такие покупала. Вот в тот период я покупала такие литровые упаковки мороженого. Вот я ее тоже типа съедала всю. У меня какие-то чипсы там, какие-то вафли типа. Все время что-то сладкое, соленое, сладкое, соленое. Вот так типа осередовала. Происходит ли у тебя вот с этой булемией, ну, происходило ли именно в проблемах с мужчинами? Ну вот когда тебя бросает очередной парень. И начинаешь жрать? Да, конечно. Это же сильная эмоциональная шляпка. А потом начинаешь худеть, потому что именно поэтому он тебя и бросил. Ну или начинаешь худеть, чтобы, а вот теперь я докажу, или там, а со следующим я буду худая, там, парнем, что-то. Но раньше у меня вообще были очень... У меня вообще раньше все отношения были деструктивные, и они все были по неправильным причинам начаты. Они все очень плохо продолжались, очень плохо заканчивались. Я вот просто из одних каких-то дерьмовых отношений там плавно перетекала в какие-то другие. И раньше у меня была всегда какая-то привязка вот своей внешности. Сейчас уже такого нет, сейчас уже все равно это... Я хотя бы это смогла внутрь себя переместить, что я для себя что-то делаю, чтобы себе нравиться, например. Наверное, там, ну супер вообще уровень, это когда я себе буду нравиться в любом состоянии, но к такому я еще не пришла. Я никогда не была в Нижнем Новгороде. Потрясающий город. Да? Ну старинный, красивый очень. Вот я недавно была, и я первый раз в жизни была из-за коронавируса, не дома жила. Я всегда приезжаю, я говорю, я еду в Нижний, по сути, я еду к семье. Я живу, просто приезжаю в дом, в квартиру, и оттуда вообще почти не выхожу. А недавно так получилось, что у меня там у сестры племянница, значит, у них кто-то там в садике заболел коронавирусом, поэтому они говорят, наверное, лучше ты не заезжай к нам. А я ездила как раз там по работе вот на съемке. И я жила в гостинице. Я там вышла, оказывается, такие кафешки классные. Так там все сделали красиво, там так интересно. Ну то есть в целом жить, наверное, можно. Вот по поводу как жить и чем там заниматься – это другой вопрос. Мне там жить сейчас невозможно, потому что работа здесь. То есть тогда, может, вот если я сейчас была молодая, училась, там потрясающе вообще. Там красиво, стильно, молодежно, все сделано для людей. Ты сегодня видишь эту разницу между провинциальными жителями и москвичами? Вот та пропасть, о которой всегда говорят в провинции? Я вообще никогда не видела и не вижу до сих пор. Может, потому что Нижний Новгород, он очень близко к Москве, а это всего там 400 километров. Я единственная, что я вот в последний раз приезжала, мы с подругой разговаривали в Нижнем. Я говорю, а как вот люди, с которыми я когда-то начинала, они там ведут свадьбы. Я думаю, и все? Как тебе, ну, почему ты не стремишься сделать что-то большее? Почему? Но я понимаю, почему это мне сестра объяснила, что у всех, наверное, амбиции разные. Мы с ней разговаривали, что-то там, я говорю, вот там работа, ну поищи другую, там сделай что-то. Она говорит, вот знаешь, давай я тебе честно скажу, Ир, мы с тобой, типа всю жизнь живем вместе, знакомы. И вот тебе это надо, а мне нет. Ну, это зависит не от города, это зависит от человека. Кому-то это нужно, а кому-то это вообще. Я это не пойму. А для людей, которые не занимаются, не стремятся в карьере, наверное, чего-то добиться, для них все это нормально. Потому что я прям возмущалась сестре, говорю, ну как так, что ты, у тебя ребенок, у тебя же есть что, ради чего там стремиться. Она говорит, а мне и так все нравится. Ну, конечно, у меня смешанные ощущения от Новосибирска. Особенно сейчас, когда я уже пожила в Москве, я туда не могу приезжать, просто вообще мне так плохо. То, что те же самые дырки в асфальте, которые всю мою жизнь были, они все остались. Все так грязно, серо. Мне все время хочется там помыть все дома просто. То, что последний год я ездила. Получилось, что я чаще стала ездить. Вот прошлый год, 19-й. И я смотрю, что все как-то, ну, все такие убежденно бедные, как будто вот закрываются нормальные магазины, и на их месте открывается дисконт, там распродажа, вот эти скидки. И люди туда щемятся, щемятся, щемятся. У меня такое вот какое-то ощущение безысходности сейчас, когда туда приезжаю. А ты говоришь убежденно бедные. У тебя какие мысли на счет, что люди... Ну, как, это можно говорить, что на что учился, да? Ну, как бы ты сам выбрал этот путь и сам выбрал путь бедности. Ну, типа, все, большего не дано. Или это все-таки проблема нашей страны, и что вот в регионах так все побежит? Мне кажется, проблема страны и старшего поколения. То есть я сейчас говорю, наверное, вот про там возраст моей мамы. Ну, вот я конкретно с ней общаюсь. То есть она не настроена даже на то, чтобы просто хорошо жить, ну, комфортно. То есть это вечное какое-то выживание и вечная нищета. Она такой отпечаток на нее наложила и на других тоже. Они такие, ну, нормально, типа, вот, да. Ну, там дырка в стене, да. Ну, ничего, заткнем, поживем, вот так, да. Ну, ничего там, да, не платят. Ну, вот, ну, как-нибудь перебьемся. Ну, она даже не допускает, что она может жить хорошо, лучше. То есть вот какое-то вот убеждение, что все должно быть плохо. Вот тогда у нее что сходится с картинкой мира? Типа, вот когда все плохо, вот это правильно. Я сейчас была у мамы, она говорит, я хочу на день рождения диван. Я схожу, посмотрю, вот, и называют магазин. Я говорю, мам, ну, мы в этом магазине, вот, когда у нас вообще-вообще-вообще не было денежков, вот мы там купили этот один диван, который 20 лет стоял. Я говорю, ты сейчас можешь пойти в любой магазин, любой диван взять? Она говорит, да ты что? Ну, прям вообще, типа, прям за 30 тысяч. Я говорю, прям за 30 тысяч, маму, взять. Ты думаешь, что если человек не начнет себя представлять на диване за 50, его никогда и не будет, так? Мне кажется, надо себе позволить хотеть диван за 50. Не факт, что он у тебя будет, и не факт, что он тебе потом нужен будет. Может, он тебе не нужен будет, может, тебе за 30 будет нормально. Но ты когда думаешь, что ты достойна только за 10, то тогда не будет вообще ничего. Будет за 5 тогда вообще, будет раскладушка. Меня зовут Ира, мне 32 года, и я разведена. И, казалось бы, да, что может быть хуже, но нет, может. Потому что, девочки, было у вас такое, что вас бросил парень, а вы с ним, оказывается, не встречались? Ты хоть день работала сама в профессии? Когда была практика в институте. Полгода я работала учителем французского. И как? Не мое. Я очень люблю детей на расстоянии. То есть я такая, это интересно, мы попробовали, всего доброго. Я написала диплом, защитилась, до свидания. Объясни мне. То есть брат начал играть в КВН, и в какой-то момент тебя туда же привел? Нет, он играл в КВН, я в КВН никогда не играла. Я такая, ой-ой-ой, как здорово, но я так никогда не смогу. Потом у него это в итоге стало работой. Сначала он в Новосибирске на фрилансе писал какие-то скетчкомы, какие-то сериалы. Ему приходили ТЗ из Москвы. Для Москвы? Да. Вот, он писал. Я сидела после универа долго без работы. Я не понимаю, что я хочу делать. И тогда я ничего не буду делать. У меня вот такой был период. Два, наверное, два с половиной года. Когда уже, конечно, все родственники на меня махнули рукой. Потому что все беседы, все попытки меня куда-то устроить, это все разбивалось мое четкое ощущение. Вот если я что-то, блин, знала в жизни, то, что я не буду делать, то, что мне не нравится. А что мне нравится, я еще не знала. И вот я сидела. Просто там в тепереснике, такая с мамой жила, годы шли. И у меня брат в какой-то момент говорит, все уже, ну все уже, хватит уже там у меня денег занимать, хватит уже сидеть, блин. Все, ты моя сестра, у тебя должно быть какое-то чувство юмора, вот начинай пробовать. Вот он меня учил, объяснял. Мне кажется, я полгода не могла понять, как придумывается шутка. Я просто не могла понять. Человек объяснял каждый день, я не могла понять. Когда у меня первый раз получилось, я такая, господи, неужели, блин, вообще. Потом у меня там какой-то первый скетч у меня купили там в Хобосте. За сколько? Две тысячи. А потом я увидела, что типа стендап-турнир десять тысяч приз. Я говорю, вот сюда я пойду. Потому что десять тысяч? Десять тысяч, ну блин. Это была большая сумма. Ну конечно, ничего себе. Про шутки рассказать десять тысяч, я пойду. Ты выиграла деньги? Нет, я не выиграла. Но я вышла, там было три этапа. Вот я вышла в первую жизнь, вот этот первый этап отборочный. И люди смеялись. Я такая, это мне очень нравится. Потом я десять раз подряд никто не смеялся. Я поняла, ну, что ты в основном сендап-комик, это когда ты ешь говно целыми днями. Вот. Но все равно я такая, боже, это вообще люди смеются. Это мне так нравится. Ты говоришь, что ты в Comedy Battle пошла тоже деньги надо заработать. Вот это я пошла целенаправленно за деньгами. Ты узнаешь. Ага, хороший приз, пять миллионов. Да, я работаю в этот момент автором. Да. Понимаю, что я живу в Москве уже сколько-то там лет. И что мне нужна квартира. Когда я узнаю цены на квартиры, я такая думаю, а кого нужно убить? Потому что иначе я не знаю, как такие деньги заработать. Есть Comedy Battle, где дарят, ну, получай, дарят, выигрываешь пять миллионов. Я смогу. Я от всего откажусь, буду писать по воскресеньям и по ночам. В жюри были же знакомые тебе люди, получается. Не было ли такого, что они знали о твоей проблеме с квартирой и надо Ирке помочь? Это знакомые не знают, что они очень сильно интересуются моей жизнью. Всем в целом плевать, кто что делает. Мы понимали, что вы не можете быть победителями этого сезона для того, чтобы войти в Comedy Club. Просто не хватило мощности, мы серьезно. Да, это действительно так. И поэтому мы приняли решение, что пять миллионов достается вам пополам. Когда объявили, что вам делят с Зоей, значит, приз пополам, это было больше разочарование? Это было счастье вообще. Почему? Что не все? Нет, вообще. Я... Кого ты спрашиваешь вообще? Человек, который... Что это? Бесплатно? Я еду. Бесплатно? А что там? Я вообще... Я счастлива, что я еще... Это так здорово поделили, так классно. То есть, вообще. Поэтому... Квартиру ты купила? Да. Да. И мне осталось еще чуть-чуть, чтобы выплатить ипотеку. Я на 200 тысяч сделала себе элайнеры, чтобы зубы исправить. А остальное, так как там Руслан Белый ходил, говорил, что надо всем покупать доллары, я купила доллары, там, по 78, когда он потом стал по 62. Вот они у меня пролежали эти деньги. Года два или три, наверное, я потом уже... Ну, я не дождалась этот курс, я их обменяла и в ипотеку вкинула. Ты сейчас с ипотекой. С ипотекой даже. Для меня вообще Comedy Battle – это вообще лучший проект на всю жизнь. У меня просто вся жизнь поменялась из-за него. Ну, вот у меня была жизнь до Comedy Battle. Я была безработная, одинокая в Новосибирске. Потом меньше года прошло. Я стала с мужчиной в Москве с деньгами, с баттлами выигранными и с перспективой дальше заниматься юмором, работать в продакшене. Ну, то есть это просто две разные жизни вообще. Вот была черта, и они вот так разделились. Во-первых, где мы и что сейчас происходит? Это бар в Дума, и мы здесь технички проводим, технические вечеринки. Что такое техничка? Техничка – это вечеринка, где мы проверяем новый материал. Это происходит три раза в неделю. Через день. Как на работу это реально ходить? Да, да. Так это работа. Так это и есть наша работа. Понедельник, среда, пятница. Иногда вот перед основной… Вот основная у нас есть. Это когда мы вот готовили, 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 и потом большая вечеринка. Вот она называется основная вечеринка. А сколько материала отсеивается вот на таких вечеринках? Да много. У кого как? И вообще нет схемы. Можно вот, как я люблю, написать четыре листа, выйти, а там две шутки. Я такая грустная, иду домой. Но две есть – это уже хорошо. Ну, то есть вот сегодня девочки в офисе что-то писали. Да. Они сегодня сюда придут. Приезжаешь, вот у меня распечатанный текст. И прям сегодняшний текст начинает рассказывать. Да. Я сегодня с утра, так как мы с тобой встречались в десять утра. Мне нужно было приехать. Я встала в семь, чтобы в восемь собрать то, что я делала. Вот. И сейчас это мы будем рассказывать. Потом ты что-то, ну, ты расскажешь, рассказываешь, что-то не заходит, не добиваешься, убираешь, добавляешь новое. По чуть-чуть, по чуть-чуть вырастает, обрастает в монолог. Здрасте, здрасте, здрасте. Как дела у вас? Поплатируйте, кто у нас первый раз. Фотографировать вы все равно будете у вас хер остановить, правильно? Поэтому давайте выбирайте фотки, где мы красивые, да? Чтобы не потом я в сторис смотрела. Вот это вот. Расчет простой. Один человек, один подбородок. Да? Да? Все, все, давайте шутим, аплодируем музыку и я начну. У меня всегдашняя претензия к комикам, к российским, ну и в частности сейчас вот к вашей программе. Так. Вы все начинаете шутить на какие-то очень стереотипные темы, как будто вы не думающая и руководящая Ира, а вы как будто работаете в газете «Тещин язык», и сейчас вы пошутите насчет свекрови, внешности и козлов-мужиков. И они не платят алименты. В принципе, это все стереотипные анекдоты про баб. Окей, если тебе так кажется, это плохо. Ну, мне это неприятно. Значит, не до конца мы потрясающее шоу сделали. Вот когда мы прошутим про тещу свекровь и еще что-то, вот туда позвони мне, пока этого не было. Про свекровь было даже вставлено. Про свекровь кого? У Зои даже было про свекровь. Из командировки возвращается его мама. А я как бы с ней еще не знакома. Просто его мама работала в ФСБ. Я вообще не хотела с ней знакомиться. Тем более, когда на мне из одежды два шарфа «Зенита». А она болеет за «Спартак». Мы шутим про жизнь. И если нас волнуют такие вещи, значит, ну, мы такие люди. Потому что у нас не цель выйти и провести митинг или рассказать какую-то глобальную проблему. Если я шучу об этом, значит, меня это в данный момент волнует, действительно. Мы не делаем госзаказ какой-то, знаешь, типа, нужно пошутить про это. То, что я рассказываю про мужа, это то, что меня ебет. Ну, я каждый день с этим живу. Ну, то есть, если бы я про это не рассказывала, я бы ему капала на мозги, и у нас бы очень испортились отношения сто процентов. Я вот живу с человеком там пять лет. Все, что у нас там внутри происходит, в том числе быт. Быт для меня очень вообще волнующая тема. А он есть вообще в твоей жизни? Учитывая, что ты с утра до ночи на работе, сейчас еще гастроли начнутся. Ты приходишь домой, как ты сама говоришь, после одиннадцатего вечера, и тебе лишь бы упасть в кровать от усталости. И всех тех бытовых женских стереотипных привычек, о которых вы рассказываете в своей программе, они, в принципе, в твоей жизни отсутствуют. Ну, неправда. Ну, как? Ну, посуда у меня пачкается тоже. Блин, ну, все это есть. То есть, вся жизнедеятельность дома происходит. Все там едят. Ну, ты реально приходишь после одиннадцати, и начинаешь мужа готовить есть, потому что если ты ему не скажешь, что нет еды в холодильнике, у него случится, программа сломалась. Приходишь с работы, садишься на диван, просто смотришь в сторону кухни, говоришь, а есть что поесть? Мне кажется, если я раз скажу, что нет, его заклинит. Будет как робот сидеть, типа, ошибка, ошибка. Я стираю вещи, его свои, потому что он свои не стирает. Я мою посуду за нами обоими. Я делаю уборку, я меняю постельное белье, я покупаю продукты. Любой поход куда-то в бюрократическое, любое место, это я нас записываю. Врачи я нас записываю, его тоже я записываю. Я с ним иду, даже когда мне не надо у него прием, я с ним иду на прием тоже. Что еще? Покупать билеты какие-то, любые, куда угодно, отели бронировать, это только я делаю. Для меня это тоже часть быта. Это тоже раздражающие какие-то вещи. Он все это время играет в PlayStation. Все, что я описываю, пока я все делаю, он играет. Конечно, меня это волнует, но, блин, я это не придумала. Девочки, а кому-то хочется пошутить о политике? Нет. А это наша старостная Александра. Почему? У вас такая аудитория, вы можете высказать свое мнение, повлиять на жизнь людей? А и как? Как? Оставить их мнение насчет той или иной ситуации. У нас обычно такие люди, у которых уже на все есть свое мнение. Мое там вообще ничего не изменит. Ты вот зря так говоришь. Ты не понимаешь силу своего слова. Ну, в политике точно я не понимаю, чтобы у меня была сила слова. Нет, вообще есть какой-то запрет на политические темы? Нет запретов. Я же тебе еще раз говорю. Если кто-то захочет пошутить, никто не хочет. Есть темы, которые нас волнуют, мы про них шутим. Значит, мы такие ограниченные люди. Ну, если рассматривать это с этой точки зрения. Нам правда не интересно. Зачем? У нас первая задача, что должно быть смешно. Поэтому, когда мне там какие-то говорят претензии о том, что вы поддерживаете патриархат, вы не продвигаете феминизм. Так а где мы сказали, что мы будем его продвигать? Ну, мы делали юмористическое шоу, мы его сделали. Оно смешное, оно смешное. Это моя основная постоянная претензия, когда я смотрю какой-нибудь американский стендап. Я, черт побери, среди шуток вижу эту сверхзадачу. Чего-то донести. Хорошо. А наши все... Я обожаю, когда нас начинают сравнивать с Луиси Кеем, которому 50, из них он 30 лет выступает. То есть, сколько я живу, вот он столько выступает. И говорят, он смешной, вы нет. Так у них стендап существует 70 лет. У нас еще 10 лет, ну сколько он существует? А у нас публика не готова? Или мы не умеем, или вообще в российском человеке мы не умеем ржать над проблемами? Чтобы люди стали смеяться над этим, они должны пройти какие-то этапы. То есть сначала они должны вообще признать, что есть такая проблема, пожить с ней, поотноситься к ней серьезно. Если ты, опять же, смотришь западных стендаперов, ты знаешь, что они жестко шутят и про Холокост. Они шутят про все, что угодно. Но ты представляешь, сколько времени прошло? А если бы они в 47-м году попытались про Холокост прошутить, общество бы на это отреагировало? Ну да, у нас даже не то, что пошутить нам. Говорить про блокаду, допустим, очень сложно. То есть сначала нужно в этой теме ее прожить, признать, что она есть, прожить ее именно с серьезным отношением. Есть такая формула, очень упрощенная, но она известная, что комедия – это трагедия плюс время. То есть что-то происходит плохое, проходит время, ты на этом можешь посмотреть по-другому, ты можешь из этого сделать юмор. Все меняется. Публика поменялась, мы поменялись. Потом, я тебе могу сказать, как комик, который вот там, ну вот с каких-то 6 лет я этим занимаюсь. Я не могла никогда там довести какую-то такую мысль, как вот у меня сейчас был монолог про то, что я child-free. Я никогда в жизни не думала, что я смогу смешно. Ну мне бы, блин, 5 лет назад мне бы кто-то сказал, я такая, про это как можно вообще смешно написать? Типа невозможно. Возможно шутки про женское обрезание? Наверное, для кого-то. Я пока вообще, то есть я не смогла бы про это пошутить, ну я бы не смогла про это написать, и я бы не смогла выйти и начать про это людям рассказывать. А люди не смогли бы слушать в данный момент. Мне кажется, вот на данный момент, на 2020 год в России, в Москве, мне кажется, нет. Но важно ли шутить на такие темы? Я не знаю, мне кажется, важно говорить на такие темы, чтобы люди об этом знали в подробностях. Потому что мне кажется, если ты сейчас остановишь 100 человек на улице и спросишь, из них меньше половины вообще будут в курсе, что есть такая проблема, что она существует вот у нас сейчас, не в Африке, а у нас в каких-то регионах. Мне кажется, что сначала должен быть разговор серьезный, такой общий какой-то, и может быть потом уже можно шутить про это. Ну иногда сидишь и резко вспоминаешь какую-то историю. Почему вы не платите девочке зарплату? Тут написано «хочу быть богатой». Почему вы не платите? Это лучше. Ты думаешь, они здесь безвозмездны? Я не знаю. Это другое. Это я хочу быть сильно богатой. Сильно богатой, да. Хочу быть настолько богатой, чтобы не сидеть здесь. А где ты хочешь сидеть? Она хочет быть женой. Да. Поиск мужика. Фантазия вместо болезни. Вот это что-то новое, да? Это я называю так свои блоки, которые буду рассказывать. Вот красный – это то, что написано сегодня. И я вот проверяю шутки. Вот, смотрите, уже подбираемся к… ЛГБТ. Проститутка, все, как положено, все. Мать может шутить обо всем. Да, да. Скажи, Павел, а что-то ты в интернете ищешь? Вот какой-то… Ищу, еще в поиске. Например, я хотела пошутить про алименты. Ну, как бы, у меня есть мои истории, как мне не платили алименты. Мне, конечно, интересно посмотреть вообще, как не платят алименты другим. И я по этому, ну, иногда залипла, забыла про текст. Думаю, господи, видны женщины, что происходит? Вот, ну, то есть, естественно, да. Я смотрю, читаю форумы, читаю какие-то… Общаюсь, общаюсь с другими своими многодетными коллегами. Я развелась семь лет назад. Живу семь лет одна. У меня никого нет семь лет. Ну, я ж не пристаю к людям на улице. Не подсаживаюсь в метро там, к парням. Типа, я извиняюсь. Буквально на две минуточки ноги на плечи положу. Просто вспомнить. Почему, кстати, развод для тебя стал таким триггером? Почему так сложно? Потому что я сразу про себя начинаю всегда гнобить себя. Правильно? Типа, я виновата. Конечно. Я виновата. Я создала семью, которая не стала идеальной. Даже так положено. Так воспитывали. Ты выходишь замуж навсегда. И вот я была сильно разочарована, что это не навсегда оказывается. Это я, получается, плохая. Мне было очень плохо от этого. Ну, это по твоей инициативе произошло? Да. В какой момент ты понимаешь, что я не хочу жить с этим человеком? Когда больше это уже не любовь. Это уже просто как брат тебе, знаешь. Я дальше уже не понимаю, как дальше жить так с человеком. Даже как ребенок больше, наверное, знаешь. То есть ты за него берешь ответственность? Да. То есть уже это все, значит, ничего не вышло. Ну, примерно. Ты выходила замуж, ты понимала, что все это раз и навсегда? Конечно. Это мой единственный недоглядный? Да. Я выходила замуж по большой любви, конечно же. И это все навсегда. А вот когда я поняла, что не навсегда, вот тогда. Я такая, а как так? Так не должно было быть. Год я ревела. Я тебе говорю это, я вообще не знаю. Но ты год ревела, что ты одна? Нет. Мне казалось, что нужно выйти замуж навсегда. И это все разрушилось. И я не понимала, что дальше. Я думала, а вдруг я правда больше никогда в жизни никого не встречу? А вдруг я сейчас совершаю ошибку? Ты же обо всем в этот момент думаешь. Вдруг это просто временные помешательства? А на самом деле. Ну то есть понимаешь, ты же в этом, ты в себе сомневаешься. Поэтому я очень долго. Я боялась, что я пожалею. Я ни разу не пожалела. Как ты сегодня на это смотришь? Действительно ли нужно стараться выходить один раз и на всю жизнь замуж? Я думаю, что каждому свое. Есть люди, которые очень зависимы от людей. Я думаю, это люди, которые всю жизнь с одним человеком. Это, скорее всего, либо это поколение предыдущее, либо это люди, которые очень сильно зависят от этого человека. Но ему, если так комфортно, то все отлично. Если нравится, пожалуйста. Но это же даже все психологи и вообще все это говорят, что у каждого человека не один, не одна любовь за жизнь, а несколько. И не может быть пять в детском саду, а потом мы на всю жизнь за Евгения вышли, например. Ну, у тебя же родители всю жизнь вместе? Да. Вот почему им ударить? Бедненькие. О, так они были воспитаны. Ну, ты думаешь, что они больше терпели, чем... Я не думаю, что больше. Я думаю, что терпели точно. Какие-то части того, как они терпели друг друга, мы наблюдали. Угу. Как и все дети. Хоть, может, не до конца понимали, но... Ну, сейчас им потрясающе вообще вдвоем. Я думаю, надо выходить замуж в 73 года, слушай. Тогда, во-первых, вы точно до конца жизни вместе. Ты в одном из интервью сказала, что ты выходила замуж, потому что хотела иметь гарантию, что муж берет на себя ответственность за тебя. И почему мне было важно именно, что мы поженились? Не просто жили, типа, а вот именно, чтобы мы были женаты. Мне нужно знать, что если что, он у меня есть, он мой тыл, он у меня есть. Ну, если так будет, что я впаду опять в какую-то депрессию или что-то, вот я рассыплюсь, вот я, типа, лягу и рассыплюсь. Что есть человек, который меня поможет как-то собраться, посидеть на этом, по головке погладить. Почему ты не можешь доверять этому человеку без штампа? Ну, я думаю, потому что у меня была такая жизнь и такое было детство, когда меня бросали все подряд. Люди, которые, по идее, ну, должны были рядом находиться. Ну, ты же понимаешь, что и слова нарушаются, и штампы ничего не знают. Сейчас вообще, да, я понимаю, но мне вот, блин, вот знаешь, вот иногда что-то нужно, вот что-то нужно. Вот у тебя не было там в детстве каких-то кроссовок? Вот тебе надо, вот они тебе не нужны, но ты их купила. Вот они сейчас стоят, но ты их купила, все, ты галочку поставила, вот мне это было нужно. А он сам догадался, что тебе это нужно, или ты прям проговорила, что пойдем в ЗАГС? Ну, так скажем, я очень толсто намекала. Как это делается? Такая, слушай, я тут на свадьбе букет поймала. Что, кстати, делаешь 4 февраля? Ну, блин, ну я просто, блин, ну я говорила, что, типа, если мы, если я остаюсь, я же в Москве осталась, потому что Рома и потому что возможность, типа, работы. Угу. Ну, на тот момент, по факту, был только Рома, там была только возможность, типа. Я сказала, что, ну, мы как бы начнем жить, но в целом надо где-то очень как-то недалеко пожениться вот от этого момента. Он сказал, окей, потом уже, ну, как это часто бывает, типа, я уже когда-когда, и он такой, ну, потом, 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 потом. Потом я же просто сказала, все, поехали, подадим заявление, все, поехали, подали. У тебя была свадебная платья? Нет, нет, я просто, я была в толстовке, в джинсах, мы просто расписались, сходили на бизнес-ланте и поехали, там, он на работу, а я что-то, не помню, что поехала делать. Что было самое романтичное в ваших отношениях? У меня, ну, такое, какое-то неправильное, да, понятие романтики. Для меня было очень романтично, когда мы моей маме ремонт сделали, например. Вообще супер. Типа, когда я сказала, вот столько надо будет денег, он сказал, окей, типа, давай дадим. Я вообще просто, ну, офигеть, блин, для меня это очень круто. Ну, потому что он что, одобрил, что это для твоей семьи или что? Потому что, да, потому что мы что-то сделали для моей семьи, мне не пришлось ни спорить, ни уговаривать ничего, просто он сказал, да, хорошо, давай. То есть мы улучшили жизнь человеку, которого я люблю, создали ей какие-то комфортные условия, вот просто вот так, типа, да, давай. А вот это вот пришла домой, вся квартира в свечах, а не шампанское, лепестки роз, я не знаю, что там вообще. Как я влюбилась в ром, как я поняла, что это тот человек, который мне нужен, он мне купил кроссовки. Он мне сказал, если хорошо выступишь, типа, в баттле, поедем тебе купим кроссовки. Мы поехали, мы купили кроссовки, это, конечно, что такое вообще? Это что за чудо вообще? Ну, все, что ты о нем рассказываешь в стендапах и описываешь, ты абсолютно несамостоятельный человек, который никаким образом не обращает на тебя внимания, только сидит за своей представкой. Ну, во-первых, если я выйду, скажу, он мне дарит подарки, он мне покупает вещи, там, мы ездим в путешествие, я прихожу уставшую, он мне салат готовит, там. Ну, это же не смешно никому, типа, хорошее. Смешно всегда, ну, когда ты акцентируешься на плохом, еще чуть-чуть там преувеличишь, чтобы это было юмористически направлено. Но это человек, который до хрена работает, он очень талантливый, он очень много зарабатывает, он приходит, типа, домой, и потом там не моет посуду, и я такая, ты не моешь посуду, так, наверное, мне другие женщины скажут, ты охерела, блин. У тебя чувак работает, зарабатывает, типа, он... Мне сейчас только одно, что сказать, да ты охренела, сколько говна о нем говорить, он такой замечательный человек. Он тебе хоть раз высказывал претензии по поводу шуток? Нет, это вот вообще, очень мне повезло, конечно, что он сам в юморе. Ну, это просто смешно, как мы потом смотрим, он говорит, это вранье. Я там что-то расскажу, говорит, это неправда. Когда такое было? У меня есть подруга, у которой, вот если посмотреть всех ее мужчин, это одинаковый человек, с разными именами. Одинаковый, вот прям вообще, внешний, ну вот. А у меня, если посмотреть, ну, это, ну, сборная, команда КВН, город, не знаю, они все разные, вообще разные. Работа, внешность, не знаю, имена, национальность, не знаю, все разное, знаешь, я просто, у меня очень нет какого-то, видимо, не натыкаю себя на одни и те же грабли, я на разные. Каждый раз разные какие-то грабли. А свою ошибку-то одну и ту же совершаешь, как быть? Блин, мне кажется, моя самая главная ошибка, это то, что я что-то работаю. И успешно работаю, вот. Знаешь, когда говорят себе, я к тебе 7 лет боялась подойти. Я говорю, что я могу? Я что? Ну, ты такая крутая. Это как мне говорят, а почему вот вы там на сайтах знакомства не регистрируете? Я говорю, да и что? Это же тебя полюбят, как человек из экрана. Ну, и то есть я не понимаю, как находить, как встречаться с людьми, с мужчинами, которые тебя полюбили на экране. Это же невозможно. Я была замужем, разведена, ни разу не ходила на свидание. У меня все как-то, знаешь, через... Ну, свидание, это когда мы договариваемся, встречаемся в ресторане. Так. А у тебя что, сразу жить вместе? Ну, нет, где-то как-то что-то... По работе. Вот так, да, чтобы вот я куда-то там... Здравствуйте. Да, я еду. Вообще, я не знаю, что там делать. Я с тобой хотела поподробнее поговорить про child free. Во-первых, как бы ты однажды сказала и решила, все, отказывайся. Или это просто сейчас ты пребываешь в таком состоянии, что не хочу детей? Блин, я сейчас пребываю в состоянии, что я, наконец-то, могу это уже вот озвучивать. Ну, то есть я об этом думала с 20 лет. То есть сейчас мне 32 почти. То есть это достаточно такой долгий срок, чтобы это уже можно было все... обдумать, перепроверить сто раз, а не психану, или я там, или это я придумала, или это детская какая-то мысль, или что-то. То есть вот оно все это формировалось, укреплялось. Плюс у меня у мужа, как бы, тоже... Ну, то есть мы это еще обсуждали там до женитьбы, что он тоже не хочет детей. Вот. И сейчас я уже такая... Ну, просто сейчас такой возраст у меня, что я от людей могу... Оно же считается это вполне тактично, спрашивать, типа, а почему у тебя нет детей? Когда у тебя будут дети, ты собираешься рожать детей? А почему ты, типа, вы не... У вас же денежки есть, у вас квартира, типа, почему у тебя нет? Все в порядке, да. Вот. И получается, я подумала, а зачем я буду всем отвечать, если можно раз, там, типа, и написать про этот монолог. Ну, уже я готова внутренне к этому. И плюс я еще понимаю, что сейчас, ну, реально есть какой-то... Ну, часть женщин такая, вот, примерно в моем возрасте, которые тоже решили, что они не хотят, им это будет отзываться, потому что их вот мучают родственники там. Ну, то есть я уже научилась от своих отшучиваться, либо я уже просто говорю, все, ну, закончили разговор. Какие шутки ты пробовала на родственнику уже на эту тему, потому что у меня вот для бабушки уже закончились от вас? Она вообще не издавалась никогда, то есть она все равно надо, что вы потом, ни котенка, ни ребенка, кто вам стакан воды принесет, ну, вот это все прям. У нее прям, мне кажется, у нее распечатка есть, есть распечатка, все вот эти фразы, типа, я такая, не сработало, вычеркиваю, типа, попробую в следующий раз вот это. Я тоже пробую разное, и в этот раз я тоже решила скреативить, я говорю, бабуль, ну, ты видишь, какая жизнь сейчас, ну, вот, ну, куда, ну, вообще непонятно, что завтра будет. Она такая, действительно, да, ты права. Мы вот когда жили, было стабильно, как-то понятно было все, а сейчас, конечно, я такая, ничего себе, это первый раз за все время я и победила в этом разговоре, это вообще невероятно. А почему не хочется? Как причина мое детство такое, то есть, когда у меня, у меня не было ни позитивного примера какой-то семьи, у меня нет вообще никакого ощущения, что я бы смогла справиться и смогла бы дать какое-то, ну, как сказать, нормальное детство, не как вот у меня было. То есть, для меня это вот все, для меня детство, это плохо сразу, типа, это, ну, ноу, нет, не надо, не будем. С другой стороны, я сейчас, ну, нахожусь в таком полете в своей жизни, в своем, в своей реализации, в своей, там, карьере, не знаю, как это назвать, и я хочу этим заниматься дальше. То есть, я хочу, я живу в таком режиме, ну, работы, переработки, там, стрессы, переезд, отсутствие дома, там, нет времени на себя, на какие-то, ну, на все забиваешь, потому что есть цель, есть вот работа, есть вот женский стендап сейчас, есть там, какие-то еще проекты появляются, а, уже благодаря, типа, женскому стендапу, и я это все хочу, я хочу это еще больше. В этой картине нет для нормального какого-то, ну, осознанного родительства, нет места. Ну, то есть, родить, отдать няньке я не хочу, мне это вообще неинтересно, это, ну, зачем-то она. Вот, и получается, я вот так эгоистично решила, что я хочу собой заниматься и делать то, что я хочу, то, что мне интересно, потому что оно у меня уже есть, ну, и я вот это выбрала. Сейчас, значит, возьму на себя роль, я же матерей, и скажу, а когда это все закончится, что ты будешь делать? У меня есть, ну, ответ на этот вопрос. Ну, я что-то буду делать, потому что, ну, как бы жизнь, это такая вещь, ты выбираешь, ну, ты принимаешь какие-то решения, и потом живешь с последствиями. Да. Ну, то есть, кто-то принимает решение родить и живет с этим. С последствиями. С последствиями, да. Если я когда-то пожалею об этом, я не исключаю, что я могу пожалеть, но если я пожалею, я буду просто с этим жить. Ну, то есть, я не вижу смысла сейчас родить, чтобы не пожалеть, что я не родила, но это плохая мотивация стать родителем, честно. Заморозь яйцеклетку. Боже. Да ну, нет, я не хочу. Я, блин, зачем? В чем тогда риск? В чем прикол? Моя ставка... Зато ты работаешь только сколько ты хочешь. Нет, моя ставка карьера, все. Я извиняюсь, я в этом месяце не забеременела, и теперь мой организм меня наказывает. Потому что природа меня задумывала, чтобы рожать, а не чтобы заниматься вашей сраной логистикой. Так что я пойду домой, а работает пусть Олег. У него вот кровь шла один раз, когда он промастурбировал все выходные. У тебя есть какой-нибудь загон по поводу того, что дети, пора, время, часики? Нет. Будь, что будет. А хочется? Не знаю. Тоже не понимаю. Вот этот вопрос, на который я не могу ответить, не знаю. Я как будто бы будь, что будет. Мне так нравится сейчас жить. Вот так нравится. Не хочу ничего себя заставлять. А вот когда тебя начинают показывать телевизор, уверенность прибавляется или еще больше исчезает? Я не чувствую, что я как-то стала более уверена. Мне просто приятно и мне кайф от того, что меня узнают. Ну вот сейчас вообще, мы попали вообще в ситуацию с пандемией в ужасную. Когда вот прошли эфиры, нас везде хотят, и мы никуда не можем поехать. Ни в какие города, ни в какие страны. Везде нас ждут, и везде мы не можем, и никаких, опять, денежков с концертов, ничего вот этого нет. Но те небольшие вот несколько концертов, которые получилось сделать, и в том числе у меня был, типа, вот только я, типа, мой... Сольник. Сольник, да, небольшой. Вот это, конечно, вообще кайф. Когда просто все на тебя пришли. Не на все шоу, там, не на всех нас. И заплатили деньги. Да, не на всех нас, там, девятерых. И они смеются над всем просто. Они смеются, ты заход говоришь, это еще даже не шутка. Просто заход говоришь, люди уже смеются, потому что они пришли, вот, типа, вот настолько они хотят смеяться, что вообще, ты просто говоришь привет, а они уже ха-ха-ха. Очень смешно, очень нравится. Что дальше-то? Ну, в смысле, есть какая дальше мечта или цель? У меня есть мечта написать книгу, она давно вообще есть. И я бы хотела как-то себя увековечить вот в каких-то словах, чтобы люди читали, например, книгу потом. И такие, ничего себе, какая была прикольная женщина. А книга о чем? Не знаю, скорее всего, о чем-то женском, о какой-то жизни. Ну, то есть я не умею художественно вот что-то придумывать, я не умею придумывать. Вот почему у меня, почему стендап? Потому что там можно ничего не придумывать. Ты просто берешь то, что в жизни, и это описываешь. Какое твое любимое слово? Ну, как у автора. Как у автора? Ну, я могу сказать, что просто я очень люблю все слова, где много согласных, потому что они смешнее. Вот как я проверяю, будет смешное слово или нет. Если там как минимум три согласных должно быть. Над гласными словами люди меньше смеются. Твердые, звонкие звуки должны быть. Вот ты с меня сработаешь. Твое имя вообще сюда не подходит. Прости. Ну, слушай, я бы не хотела, чтобы я выходила. Говорили Зоя, и все смеялись. А вот Яровицына хорошо. Яровицына нормально, да. Вот я хочу сделать ремонт на кухне, а потом хочу квартиру другую. Не знаю, как заработать, но очень сильно хочу. Дачу хочу. Хочу квартиру в Париже очень сильно. Очень сильно хочу квартиру в Париже. Не знаю, если бы возможно было создать, да, создать. Я бы занялась созданием, правда, я клянусь. Я говорю, если бы да, ну, мне бы сказали, и тогда у тебя будет квартира в Париже. Что нужно сосать? Говорите, вышку, не тяную. Я готова. Мне нравится, я хочу это слово создать. Еще недавно вычитала слово тоже у какой-то девочки. Чуждо, не чуждо. Ну, просто вот она вот такая. Поэтому я чуждо. Хочу быть такой. Вот этого я тебе... Не чуждо, я создала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!